Кто вообще создал советы? Коммунист или не коммунист? Ну создайте на юго-востоке Украины эсэро-меньшевистские советы. Что в этом плохого? Сами они должны организоваться. Сами. Построить коммунизм руками коммунистов — это ребячая, детская ребячая затея. Я бы констатировал, что буржуазное государство и в Луганске, и в Донецке вполне построено. Сейчас в ополчении Новороссии собрались очень разные люди. Там есть и представители рабочего класса в классическом понимании, люди от станка, есть шахтеры, много шахтеров, есть служащие с офисов, есть даже бизнесмены. Их объединяет одно общее дело сейчас — это борьба с фашизмом, борьба с теми людьми, которые пришли на их землю. Физическая. Понятно, что они в этой борьбе как-то сплачиваются, но когда война рано или поздно заканчивается, и в тот период, пока они были вместе, у них должно было выработаться какое-то понимание некого справедливого общества, которое будет на этой земле после победы, после окончания войны. А ведь у них в силу того, что они из разных слоев, из разных отраслей, даже из разных классов, можно сказать, где здесь найти точки примирения какие-то или соединения, как быть в этой ситуации непростой? Ну вот есть такое понятие в политике, такой лозунг — «врось идти, вместе бить». То есть представители буржуазии, действительно представители буржуазии, в том числе и российской, содействуют, участвуют в той борьбе с американским фашизмом, которая развернулась на юго-востоке Украины. Поэтому это изближает, конечно, тех рабочих, которые вместе с представителями предпринимательской среды, вместе, так сказать, участвуют в этой вооруженной борьбе. Но надо сказать, что при этом, пока товарищи рабочие воюют, и некоторые предприниматели тоже воюют, другие предприниматели строят буржуазные государства. И в Луганске, и в Донецке. И никаких людей на этот счет не приходится питать. Что касается, скажем, Компартии Украины и тех образований, которые получились на ее базе, они тоже выступают. Давайте скорее проведем выборы. А какие выборы получат? Буржуазные там. И кто победит на буржуазных выборах? Ну, давайте подумаем, какая идеология царит сейчас в Луганске и в Донецке в головах? Ну, вот очень много всяких советских или коммунистических лозунгов, флагов и так далее. Но если говорить об идеологии, я думаю, все-таки идеология так просто не исчезает. Она как была буржуазная в головах. Она не фашистская, она антифашистская. Но она буржуазная идеология. И эта буржуазная идеология приведет к созданию буржуазного государства. Какая дорога к подлинному родовластью? Это создание советов. Причем для создания советов не надо быть коммунистом. Я бы встречный вопрос задал. А кто вообще создал советы? Коммунист или не коммунист? Во-первых, не коммунисты их придумали. В 1905 году их придумали Иваново-Вознесенские рабочие. А давайте возьмем ближе. В 1917 год. Вы, большевики, узнали о том, что создан в Петрограде совет задним числом. Вот есть такая книга «140 бесед с Молотовым». Молотов, как член Русского бюро СК, и Шляпников гуляют по Петрограду. Что-то происходит, не могут понять. Они идут к Горькому. И говорят, Алексей Максимович, что происходит? Он говорит, вы не знаете. У нас создан Петроградский совет рабочих депутатов. Кто его создал? Ну, не большевики. Вот они идут туда, идут к Таврическому дворцу. Там огонь горит, охрана. Они говорят, доложите, что пришли члены Русского бюро СК большевиков. Доложили в президиум. Кто председатель? Как вы думаете, кто был? Керенский. Все знают, что он был председателем Временного правительства. А то, что он первым председателем Петроградского совета в 1917 году был. И потом, какие были советы сначала в Петрограде? Эсеры меньшевистские. Ну, создайте на юго-востоке Украины эсеры меньшевистские советы. Что в этом плохого? Эсеры меньшевистские. Не надо коммунистически создавать. Создавайте. Все люди предприниматели и так далее. Но, если выборы даются дать диктатуру буржуазии, обычные, то выборы в советы все равно дадут, в конце концов, преимущество организованным рабочим. Если будут там, вот не просто они не связаны со своими коллективами рабочими, а если будут вытянуть от своих коллективов, поддерживать с ними будут контакт. Это не в интересах бизнесменов, это в интересах рабочих. А если рабочие думают, что бизнесмены будут воевать за их интересы, то надо вспомнить старый лозунг, что освобождение рабочего класса, я сделал рук рабочего класса. Я сделал рук бизнесменов, интеллигентов, партии коммунистической. Партия коммунистическая может участвовать в борьбе рабочего класса, помогать, руководить, но при условии, если сами рабочие борются. Там есть рабочие борются. Надо, чтобы эти рабочие вспомнили историю борьбы, историю Советов и, как говорится, сделали новое издание Советов. То есть эти рабочие, которые сейчас в ополчении идут воевать с фашизмом вместе с представителями мелкого бизнеса, а когда начинается строительство государства, они идут порознь? Когда начинается строительство государства, они не выступают против существующего государства пока. Вообще не надо ничего против выступать, если вы силы не набрали. Они должны создать свои советы. Во-вторых, вот после того, как они создадут советы, и первое, что будет создано, будут плохими советами. Какими? То есть тут такие примерно эсэроменьшевистские. То есть там будут тоже иллюзии всякие буржуазные, там будут представители эксплуататоров верховодить. Поэтому пройдет какое-то время, пока трудящиеся разберутся, кто на самом деле за их подлинные интересы выступает. Вот когда разберутся, и советы станут в этом смысле вполне коммунистическими, не в смысле того, что они будут состоять из коммунистов, потому что, скажем, Ленин говорил, что построить коммунизм руками коммунистов – это ребячая, детская ребячая затея. Что такого не может быть. Это вопрос классовой борьбы, это вопрос о том, за что будут бороться рабочие. Как только рабочие разберутся, если будут в основной массе советов или в основных советах достаточно серьезное ядро коммунистическое, вот тогда можно говорить о народовласти. Если не будет, конечно, потому что, что такие коммунисты, не по названию, а по сути, они пусть не называются коммунистами, но если они готовы служить рабочему классу, слугами быть, то тогда они действительно коммунисты. Или, как Ленин говорит, кто в контрреволюционное время не может проползти на животе по грязи, тот не эволюционер. Поэтому, если такие люди отсутствуют, а они только хотят сесть к какой-то власти и, кстати, командовать, то такие люди не нужны. Как бы они ни назывались коммунисты, суперкоммунисты, большевики и так далее. То есть, весь вопрос в том, и он и остается всегда. И после победы в социалистической революции есть люди, которые собираются служить рабочему классу. Это могут быть представители интеллигенции, служащие, ученые, кто угодно. Медики, химики, артисты. А есть люди, которые хотят, чтобы рабочий класс им служил и был бы у них на посылках. Они поэтому очень сильно доказывают, что в них труд производительный. А поскольку они образованные, то, естественно, их труд тогда больше ценится. И тогда получается, что чуть ли не рабочие их эксплуатируют. Поэтому надо повысить всем нам, скажем, интеллигентам зарплату, а рабочие перебьются. Тем более, что если взять с рабочего по рублику, нам уже по 10 рубликов нагорит. Потому что нас меньше, чем рабочих. Опять-таки, у тех людей, которых объединила вот эта борьба сейчас. На юго-востоке Украины, на Донбассе, на Ларуси. Они, опять-таки, разные. Но у них есть такое представление о том, что когда они победят украинские власти, фашисты, которые пришли, они будут строить некое справедливое общество без крупного олигархата. При этом, как представители рабочего класса, так и, естественно, представители мелкого и среднего бизнеса полагают, что все это нужно оставить, мелкие и средние предприятия. Не нужно их национализировать, не нужно их трогать. Они хорошие, правильные, честные бизнесмены. Дайте им возможность зарабатывать. То есть, существует иллюзия или не иллюзия. Вот что бы вы этим людям сказали о неком справедливом государстве? Они не рассматривают его как государство диктатуры чьей-либо, пролетариата или буржуазии. Они просто абстрактно рассматривают как некое справедливое государство, в котором всем хорошо. Шахтер не хочет быть бизнесменом. Он говорит, вы мне верните мое рабочее место, я пойду так же работать на шахту. А частный предприниматель говорит, а вы мне дайте спокойно заниматься бизнесом. Я думаю, что вот нам приходится снова обращаться к истории. Я думаю, что вот НЭП, это вот политика, которая проводилась органами советской власти в переходный период и состояла в том, чтобы не надо людей что-то отбирать, или не надо что-то ликвидировать, или, скажем, ликвидировать частную собственность, мелкую. И не надо ликвидировать предпринимательство. А наоборот, пожалуйста, можете иметь до трех наемных работников, вести частно-предпринимательскую деятельность, вести капиталистическое свое хозяйство, но не больше, чем три работника. То есть, если речь идет о мелком. Потому что, если крупное хозяйство, которое претендует на то, чтобы быть социалистическим, не может заменить, не может заменить, а зачем закрывать? Ну, это глупо, и это, в общем, привело к известному кризису, который однозначно заставил большевиков прийти к необходимости. И Ленин об этом говорил, что нужно обязательно допустить в частном хозяйственном обороте капитализм. И это, так сказать, было сделано. То же самое имеется в Китае. В Китае есть крупные предприятия. Имеется предприятие, которое контролируется государством, и только государством, и много-много-много разных видов частной собственности. Что касается иллюзий, что бывает в государстве никакое, ну, я думаю, эти иллюзии надо все-таки оставить. Государства не бывает никакое. Может быть, буржуазное государство, которое, можно сказать, не хочет, как российское государство, очень руководители не хотят возлагать на себя ответственность за ход экономической жизни. Потому что есть два этапа капитализма. Первый – капитализм и свободная конкуренция. И второй – государственно-монополистический капитализм. Монополистический, который становится государством монополистическим. Дескать, пусть все конкуренция решит. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому приходится создавать крупные корпорации государственные. Но и то их пытаются создавать так, что их руководители получают бешеные доходы на фоне обнищания трудящихся. Поэтому так же может происходить и в Донецкой и Луганской республике. Пока одни воюют, держат, стоят в дозоре, как говорится, держат оборону, воюют против фашистов. Другие строят государство. Разве там не строится, разве там не построено уже буржуазное государство? Я бы констатировал, что буржуазное государство и в Луганске, и в Донецке вполне построено. В нужный момент проведут выборы. И будут эти люди, которые не были выборные, будут выборные. И кандидаты будут выдвигать. И, как мы видели, тихо, спокойно отделили вообще ненормальным буржуазным путем. Так вообще буржуазия не делает. Она не запрещает коммунистам идти на выборы. Она разрешает идти, а вот там даже и не допускали коммунистов к выборам. Поэтому, ну люди думают, что это свет в оконце, выборы. Выборы дадут обязательно диктатуру буржуазии. Поэтому, если кто хочет получить другую власть и другое государство, у него другой дороги, как создавать советы нет. С другой стороны, совета вообще никому не мешает. Советы долго существовали при буржуазной власти. При временном правительстве были советы. Так? Так, в России. Были советы и было временное правительство. Правительство одно, советы другое. Они это контактировали. Между прочим, проводили одну и ту же политику долго. Когда они разошлись? Когда временное правительство стало посылать на убой людей? С лета 1917 года. А, так сказать, советы стали выступать против применения смертной казни. И вот после Корниловского мятежа, когда советы участвовали в подавлении этого Корниловского мятежа, в Петрограде, в Москве и в войсках Северного фронта советы стали большевистскими. Они стали проводить другую политику. И тогда они стали действовать в интересах и рабочих, и крестьян. Крестьянам дали землю, рабочим дали фабрики и заводы. И это предполагает государственную форму общественной собственности. А если государственный завод, это не значит, что это общественная собственность. Ну, будет государственный завод, как государственные заводы в России. Это буржуазная собственность. Только есть частная собственность класса капиталистов в целом. Это вот государственные заводы, принадлежащие государству Газпром, Роснефть. Это что такое? Это частная собственность. Только не мелкая частная собственность, а крупная частная собственность, принадлежащая классу капиталистов в целом. И они ее используют для того, чтобы поддерживать и другую частную собственность. А другое дело, когда это собственность государства рабочего класса, тогда это будет подлинная народовласть. А это подлинная народовласть может дать социализм. Но этот самый социализм не будет сразу, как только будет государство рабочего класса. Потому что до социализма еще надо дойти. А что значит дойти? Вот эти самые государственные предприятия советского типа, они должны дешевле и лучше производить, чем частные предприниматели. Вот тогда частные предприниматели разорятся, а государственные предприятия будут всех и всем снабжать. А ничего закрывать не надо. Зачем будут это закрывать, если я лучше не сделаю? Какой смысл? Ничего закрывать и подавлять в этом смысле не нужно. Нужно иметь хорошую экономическую конкуренцию, что является понятным языком для всех предпринимателей. Если вы говорите, что ваши государственные предприятия лучше и эффективнее, ну так если они эффективнее, чего вы закрываете? Да мелкие. Да сами мелкие закроются. Вы все время говорите о советах. Но понятно, что рано или поздно параллельно созданные советы, параллельно, скажем, существующему временному режиму, еще какому-то, можно сказать даже отчасти, что и сейчас вполне возможно, что ЛНР и ДНР это тоже некая временная власть промежуточная. Вот сейчас, допустим, советы будут выстраиваться параллельно. Рано или поздно между этим временным правительством, условно говоря, и советами все равно возникнут проблемы. И у временного правительства есть репрессивный аппарат для того, чтобы подавить эти советы, а у советов такого аппарата нет. Значит, поскольку если народ сорганизуется в совете, народ представляет свое большинство. Особенность ситуации в Донецкой и Луганской народной республике, что это вооруженный народ. Поэтому если вооруженный народ сорганизуется в советы, никто его не подавит. Вот и все. Поэтому если хочет с ним сталкиваться буржуальная власть, она потерпит поражение. Но если народ в советы не организован, то он никогда не выиграет. Нельзя выиграть. Нельзя выиграть в россыпью. Как вы понимаете, там отдельный взвод, если он организован, он может выигрывать и у армии, если армия на привале. Придут и будут одного за другим убивать. Поэтому весь вопрос в том, сможет ли народ, то есть рабочий, и те, кто работает в сельском хозяйстве, которые условно называются крестьянами, то все равно рабочие по существу, сможет ли рабочий класс, а рабочий класс достаточно обширный и мощный, и в Луганске и Донецке. Это очень промышленные районы. Они в известном смысле превосходят даже то, что имеется в России. У нас же мелкие предприятия. У нас Хировский завод теперь около 7 тысяч, скажем, Светлана, а было 40 тысяч. А в Луганске и Донецке крупные предприятия. Поэтому если там народ сорганизуется, он может получить реальную силу. Потому что сила получается не от оружия самого по себе, а от организованности. Люди с оружием неорганизованные представляют, ну, потом отберут у них это оружие, и все. Что мы не знаем, как это делается? Кто не сдаст того в тюрьму? Так а кто их должен организовать-то? Сами они должны организоваться. Сами. Вот если они сами будут организовываться, им будут помогать. И партии, и движения, и течения, и советами, и делом. И не будут сами организовываться. А кто сделал советы в России? Кто? Не большевики, я еще раз повторяю. Сами рабочие сделали советы. А в 17-м году кто? Сами. Сами. А вот сейчас все. Народ должен... Вот чем отличается революция и вообще революционное время? Что те люди, которые обычно стоят у станков или, так сказать, трудятся на пашне, они вот откладывают свое на время дело и занимаются государственным строительством. Потому что на самом деле они могут построить. Они действительно и творцы собственного счастья. Тогда на их стороне будет и вот сила знания, сила организации и так далее. И тогда, так сказать, и сразу они разберутся, какие партии подлинно за народ, а какие вовсе не за народ и так далее. Еще один практический вопрос. Вот как убедить людей, которые являются представителями мелкого и среднего бизнеса, которые находятся сейчас, скажем, в ополчении, как их убедить в том, что советы им будут выгодны? Или надо честно сказать, ребята, вас извините, но вы не вписывайтесь в нашу... Я бы сказал, что убедить их в этом смысле не сложно, если они будут смотреть на то, что происходит в России. Мелкий бизнес, который у нас был, так сказать, очень развит в том же самом Петербурге, который у каждой установки метро имел павильончик совсем недавно. Так это было тоже буржуазное строительство. В один прекрасный момент его, по указанию администрации, взяли и порезали все эти палаточки и сказали его убрать на 5 метров. Но это плохие люди просто были в администрации. Это не плохие люди. Это использование административного ресурса для того, чтобы убрать этот самый мелкий бизнес. То есть вся история мелкого бизнеса во всех странах говорит о том, что его душат крупный капитал и крупный государственный капитал. Поэтому единственное, кто не душит мелкий бизнес, это вот кто в период НЭПа кто-нибудь кого-нибудь душил? Нет. Кто вот скажет, что в период НЭПа в России душили мелкий бизнес? Нет. Никто не душил. Пожалуйста, занимайтесь. Но ведь НЭПа это всего небольшой отрезок. Ну как сказать, у нас небольшой, а в Китае больше 100 лет. И вы только что говорили о том, что они обучены на то, что они не выживут. Может их внуки уже не будут предпринимать. Они выживут. Почему? Я не знаю сколько. НЭПа это ведь такое дело. Он может продолжаться и 10 лет, и 20, и 30, и 40, и 100. То есть вы хотите сказать, что вот этим частным предпринимателям при советской власти будет житься лучше, чем сейчас? Безусловно. Им будет лучше. Но частные предприниматели убеждаются только на практике. Когда вот крестьяне убедились, что надо выступать за советское государство? Когда? А во время гражданской войны. Потому что этих самых крестьян красные мобилизовывали, белые мобилизовывали. Потому что и белые, и красные поняли, что если они не придут к мобилизации, никакими красногвардейскими и белогвардейскими отрядами не навоюешь. Поэтому все это перешло с двух сторон к мобилизации. А после этого получилось так, что в Красной армии кто воюет в основном? Что рабочие, что ли? Рабочее меньшинство в Красной армии. Основная масса крестьяне. А у белогвардейцев там белогвардейцы. Но основная масса опять крестьяне. Ну и почему тогда победила Красная армия, а не белая? Почему? А потому что, значит, практика показала крестьянам, что вот идет Деникин, подходит к Москве и отбирает землю у крестьян, и вешает крестьян, которые спахали эту землю. И вот идет, идет, и вешает, и вешает, отбирает, и отбирает. И крестьянство повернуло против белогвардейцев. Когда оно стало? Оно ведь не стало сторонником коммунизма или сторонником большевиков. Оно говорило так. Большевики нам не нравятся, вот, они там продразверстку проводили, они такие, они сякие, у них очень твердая власть. А вот эти нам совсем не нравятся, против этих мы будем воевать. И они разбили белую армию. И выгнали их, и все, так сказать, образованные люди, которые стояли на буржуазных позициях, люди, которые выступали против народа, вот все эти люди уехали, как говорится, в эмиграцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...